Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Зератул, и с вами 32-я серия прохождения игры по названию Genshin Impact. Сегодня у нас, ребяточки, время крайне ограничено, поэтому данная серия будет чуть короче, чем обычно должна быть. Но так уж получилось, ребятки, так уж получилось. Собственно, собственно. Давай смотреть. Мы с тобой закончили на том, что у нас с тобой есть квестик «Мы встретимся снова». И «Настоящее сокровище». Я думаю, ребятки, что нам надо выполнить квестик «Мы встретимся снова», потому что это концовка предыдущих каких-то квестов, если я правильно понимаю. То есть, смотри, тут уже глава 4, а этот квестик, который «Настоящее сокровище», это наоборот только-только начало, это глава 1. Соответственно, лучше уж тогда выполнить квестик, который вот-вот закончится, потому что время, как я уже сказал, в этой серии у нас ограничено. Но телепортируемся в Ли Юэ, и, 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 бежим, бежим, бежим. Так, запись пошла. Я, как всегда, с ночной атмосферой, потому что, ну а как еще иначе-то, ребят? Ну а как иначе-то? Твой стример же не умеет спать-то по-нормальному. 3 часа ночи, он, как всегда, записывает видосы. Вот. Так, что тут такое у нас? Мисс Лань. Да-да, у них хватает смелости покуситься на что угодно. Даже древний артефакт семьи архонтов, божеств и драконов не могут укрыться от их жадности. Однако, в этот раз все по-другому. Кем они себя возомнили, покусившись на сокровище Ордена Бездны? О, Зерату, это ты? А? Гань-юй? Зачем ты пришла к Мисс Лань? Хочешь опубликовать какое-то поручение? Здравствуй, Зерату. Мы просто обсуждали похитителей сокровищ. Да, мы говорили о том, что даже в край наглые похитители сокровищ должны понимать, что лучше не связываться с бездной. Это слишком опасно. Но совсем недавно мы получили информацию от Департамента по делам граждан о том, что два важных члена похитителей сокровищ Ли Юэ и Манштадти планируют совместную операцию. Два важных члена похитителей сокровищ? Да, их называют Старшая Сестричка Юга и Птеродактиль Севера. А, Птеродактиль? Паймен помнит, как он пытался скрыться от Эмбер в Маштадти, но кто такая Старшая Сестричка Юга? То есть она самая старшая в банде? Все верно, она глава похитителей сокровищ Ли Юэ. Насколько я знаю, члены банды называют ее начальницей. Некоторые говорят, что за ее подвиги бог воров одарил ее милостью, сделав Старшей Сестрой Богов. Но это, наверное, просто надуманные слухи. Как бы то ни было, похитители сокровищ обнаружили какие-то неисследованные руины, которые тайно охранялись Орденом Бездны. Совершенно позабыв об опасности, похитители сокровищ подумали только о том, какие сокровища могут ждать их внутри. Они подготовили план подослать приманку, чтобы отвлечь основные силы Ордена Бездны от руин, пока опытный вор отправится внутрь за сокровищем. Судя по нашим данным, для этого дела Старшая Сестричка и Птеродактиль наняли некого Великого Вора из Фонтейна. Великого Вора? Ничего себе, какой у этого дяди Титул! Да-да, на самом деле он очень необыкновенная личность. Великий Вор пользуется большим уважением среди похитителей сокровищ, так же как и мы, искатели приключений, уважаем наших великих искателей приключений. А я отопью вкусную чаечку с медом. Охренеть! Что-то я фигово заварил, надо будет добавить меду и лимона. Например, знаменитая искательница приключений Алиса, Великий Искатель приключений Стэнли. Ни того, ни другого не помню, но пусть будет Алиса. О, так вы знакомы с автором, путеводителем по Таевату? Да, Великий Вор имеет схожую популярность. В общем, несмотря на то, что старший сестерчик и птеродактиль достаточно крупные шишки в Ли-Е и Манштадте, им пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить вора такого статуса прибыть сюда и лично проконтролировать выполнение операции. В последнее время в Ли-Е происходит столько всего, что у Департамента по делам граждан и Мелелиты совсем нет времени и ресурсов на расследование слухов о похитителях сокровищ. Но при любом упоминании бездна меня охватывает чувство, что за этим может скрываться какая-то неизвестная опасность, поэтому я решила вывесить свое поручение в Гильдии Искателей приключений. Ну, раз уж я проходил мимо... Ага, представьте, это поручение нам! О, я буду очень признателен. Приятно видеть, что за эту работу взялся самый надежный член Гильдии, что желаю удачи, а оформление поручений займется сама Гильдия. Ну, короче, работу нашли. Мы встретимся снова. Новая глава. Подробности в меню заданий. На этот раз я успел прочитать все. Так, телепортимся куда-то там, куда мне нужно. Ну, ладно, это как-нибудь потом. У меня просто закончился один тип деревьев. И мы его как-нибудь потом нафармим вне записи. И... Линастримец. Так, нам вот сюда. Нам вот сюда. А у меня есть ключик вон для той штуки. Ты прикинь, ты прикинь, вот это совпадение, да? Вот это, вот это совпадение. Так, давай покопим энергию. И сейчас реально просто откроем. Аж целых два сундука за раз. Один сундук, который ключиком, другой сундук, который просто рядом стоит. Идеально. Давай еще раз попробуем чаечек, может, я просто попутал. Крестное. Вроде добавил меда. Вроде добавил лимона и зеленого чая. Но что-то, короче, вообще не сочетается. Или я слишком мало всего добавил просто. Короче, что-то ни туда, ни сюда. Так, надо будет добавить в чайничек побольше. Ой, да тут еще и вон, и вон. Боже мой, сколько сундуков. Что надо сделать? Надо чау шатать? Ну, это как бы вопрос времени. Не понял. А вот сейчас непонятно было. И что, и где. Ребят, кто-нибудь что-нибудь понял? Как сундук-то открыть? Алло. Алло, игра, как сундук-то открыть? Опять бабуля какая-то. Ну вот сундук. Появитесь враги. А, или я их не всех, что ли, убил? Типа в этом прикол. Они летают. Делают это вполне себе успешно. Ага, читер. Так, аллилуй. Да, надо было всех убить, а я, видимо, не всех убил. Ну и ладно. Так, ой, здесь еще и два анимокола. Подожди, подожди, нет. Вот анимокола, вернее, геоколы мы соберем точно. Первый вот уже вижу, он тут шуршит что-то где-то. Ага. Мадежкин кот. А второй где? А второй где-то там. А где-то там это где? Где-то там это... А, вон он, я его вижу. Так, давай забираемся вот сюда. Забрались. Дальше. Идем вот сюда за геоколом. И дальше можно идти уже, собственно, по сюжетному квесту. Ну просто раз уж мимо пробегали, что уж. Не собирать что-то. Ой, ну вот с вами драться я не горю желанием, поэтому сорян. Поэтому как бы да, поэтому как бы сорян. Жахнем. Ну как сюда, собственно. Так, немножко пошатаем, немножечко жахнем. Так, кого не ушатали, тебя не ушатали. Так, теперь всех ушатали. Тут все собрали. Так, это все собрали. И теперь нам нужно туда. Да, господи, отвали, бабочка. Ага, я ей не достаю, прикинь. Ну, валю. Отвали. Так, все, пошли. Уточка. Вот, не поверите. Так, подожди, у тебя не лук. Не поверите, но... Курица нужна, шо купец. Я тут, короче, немножко упоролся в достижение. В достижение кулинарии, короче. Я уже изучил около 30 блюд. И теперь не хватает курицы, чтобы изучить еще больше блюд. Короче, вот. Сейчас покажу тебе. Вылезу только из водички. Вот, смотри. Достижение. Эксперт выживания. Вот, смотри. Звездный шеф. Достигните мастерства в приготовлении 40 блюд. Осталось 7 блюд. Мне не хватает ветчины и курицы, чтобы изучить еще 3 блюда. И, может быть, там еще что-нибудь поприготовить. Короче, нужна ветчина, курица и крабы. Вот с крабами вообще беда. Я даже не представляю, где их брать. Можно их, конечно, скупать, но их так мало продают, что там забей. Так, в итоге. Вот мы пришли. Направляйтесь в руины. Три метра. Зов бездна. Так, все, пошли. Сюжетный какой-то квестик. А я, кстати, забыл, что мне там нужно было. Давай вместо кецин возьмем огонь. Рекомендуемые элементы крио. Давай вместо кецин возьмем огонь. Начать. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, половина серии уже прошла. Но не половина, конечно. Хочется сегодня уложиться в 35 минуточек, ребят. Здесь следы похитителей сокровищ. Они все-таки были в этих руинах. Угу. Давай спустимся поглубже. Пайман очень надеется, что информация Ганьюи можно доверять. Вот это вот сюда. Похоже, что их план увести силу Ордена Бездны их прям сработал. Так, подожди. Ать. Это ваша тайна. Ты что, не умер, что ли? А, нет, он умер. Жахнем. Жахнем. Так, нормально. Нормально, нормально. Здесь даже не сложно. Даже, возможно, быстренько пробежимся по этому квестику. И еще следы похитителей сокровищ. Должно быть мы идем в верном направлении, но... Почему, чем глубже мы спускаемся, тем страннее все становится? Хороший вопрос. Будь осторожен. А, тут можно вот так было делать, вот. Погоди, а куда вот эта штучка ведет? Никуда. Что-то я и сам не понимаю, что происходит. Так, сундучок здесь происходит. Сундучок. Так. А дальше куда? По ощущениям, как будто бы глубже. А так и есть, наверное. Да. Врата возрождения активированы. Где они активированы? Ну, понятно. Вот, кстати, и курочка. Курочка это очень, ребятки, важный продукт для достижения моих целей. Так. Куда-то мы пришли. Главгерой тут появился в катсценке, как всегда. Эй, парень. Пссс. А че он так сидит странно? Как будто помер. Кажется, это человек. Может, это и есть тот самый великий вор? Почему он в такой позе? Он кому-то молится? Ага. Что-то странное и непонятное. Почему эта статуя семьи Архонтов висит вверх ногами? А руки статуи Паймон помнят, что у нее в руках должен быть шар, ведь так? Но у этой статуи в руках... Что это? У Паймона очень плохое предчувствие. А этот великий вор даже ни капли не пошевелился. Может... Может он... До того он что-то... Мистер, вы в порядке? Никакой реакции, даже дыхание не слышно. Он... Он мертв. Ну тогда... Диратул, у меня очень плохое предчувствие. Как же он умрешь? Давай скорее выбираться отсюда. Лучше расскажем обо всем Ганью и Мислань. А? Что происходит? Нам нельзя здесь оставаться поживее. Что поживее-то? Куда? Куда? Что? А, нам нужно отсюда что-ли выйти? Приплыли. А как выйти? Да, блин! Ну игра, я так не играю. Так, во-первых... Щеточки, Рейзера мне верните. А, на щеточки пофигу, я понял вас. Я понял вас, на щеточки пофигу. Врата возрождения активированы. Ну, алло, а что за квесты тут пошли? Так, ну вот допустим вот так. А! Они исчезают, а вот так мы не договорились. Заваривались. Однако. Так, подожди. Нам нужно кое-что сделать. Инвентарь. Ням-ням-ням-ням. Еда. Можно ту, которая восстанавливает хп. 26 от максимального хп, затем 500. Вот себе, пожалуйста. Раз, два. Раз, два. Так, пошли. Так. Не отвлекаемся, ребятки. Не отвлекаемся. Так, вот тут обидно, конечно. Вот так. И вот так. Отлично, отлично. Прошли этот участочек. Прошли этот участочек. Это хорошо. Это хорошо. Это прекрасно. Идем дальше. А ты, наверное, Вестник Бездны, которого мы так искали, да? Нельзя совать нос, Секреты Бездны. Вы явились сюда и увидели наши секреты. За это вам придется поплатиться. Вестник Бездны накажет вас. Вестник Бездны? Кто таком говорил Дуайн? Дайн? Дайн Слейв? Сначала я подумал, что вы наткнулись на эти руины случайно. Значит, вы с Дайн Слейвом? Он вечно сует нос в наши дела. Но он отправил сюда вас умирать? Уже долгое время его сопротивление Бездне не приносит результатов. И у вас никак не получится это изменить. Бездну не остановить. Что это за силы? Пайман никогда не видел ничего подобного. Нифига ты потный? Охренеть у него ХП! Ты видишь это вообще? Он электроперс, блин. Вот с электроперсами мы воевать не договаривались, знаешь ли. На-ка тебе. Давай-давай-давай, будем его поджигать, короче. Пусть он гори. Раз, два, щиточки. Раз, два, ветерочек из огня. Так, надо настрелять в ульту, надо настрелять в ульту. Надо настрелять в ульту, надо его поджечь, надо жахнуть, не попал. Так, огненная ульта. Давай теперь мы будем его немножечко сжечь, немножечко сжечь. Потом мы его вот так. Да блин. А ну-ка тихо мне тут. Раз, два. Ультую. Беннета включаю. Паром жарю. Электричеством жахую. Блин, офигеть. Саю оказывается жесткая. Она просто катается и ушатывает этого никчемного босса, как нечего делать. Ой, почти ушатали. Эта сила, она мне знакома. Понятно. Значит, это ты. Все-таки ты. В таком случае мне не стоит оставаться. Эй, алло, ты слышишь, куда сдриснул? Я с тобой не закончил. Какая трудная битва. Ты в порядке, Зератул? Ай. Такой сильный противник. Кто мог знать, что в Ордене Бездны есть настолько могущественное чудовище? Кажется, оно узнало меня. В чем дело? О чем ты задумался? Не о чем. Давай выбираться отсюда. Давай. Мы уже почти у выхода. Давай уйдем из этого страшного места, пока не появился кто-то еще опаснее. Путешественник и Пайн быстро покидает руинку. О, Дайн Слейф. Вот мы и встретились снова. Раньше, чем я ожидал. Это же Дайн! Да-да. Судя по вашим лицам, с вами случилось что-то необычное. Неужели в тех руинах вы встретили Вестника Бездны? Что? Откуда ты знаешь? Я шел по следу Вестника Бездны, если честно, не ожидал видеть здесь вас. Там было что-то необычнее, чем Вестник Бездны. Мы все ему рассказываем. Мы ему все рассказываем. Перевернутая статуя Семьера Хонтов держит в руках энергию Бездны? Нет. За время своей борьбы с Бездной я такого не видел, хоть у меня и были подозрения. Расскажите мне все, что там произошло. Вы бежали из глубин подземелья за полных энергий Бездны, а что потом? А дальше, прямо перед выходом, откуда ни возьмись, перед нами появился Вестник Бездны. У нас с этим чучелом произошла эпичная битва. Может быть, оно еще где-то там рядом? Да, такой случай выпадает редко. Постараемся его догнать, следуйте за мной. Хорошо. Ну пойдем же, это редкий шанс. Может быть, с помощью Дуайна у нас получится разгадать больше Тайн Бездны. Угу. Перекресток судеб мы выполнили. А что здесь за метка у меня стоит вообще? Удалим эту метку. Наверное, эта метка для ключика была, а я ключик задаю. Так, в итоге нам вот сю-ды-ма-с. Но прежде чем мы туда телепортимся, мы телепортимся к Гео Архонту. И как отдадим ему Геокулы? Как отдадим? Ой, отдадим. Смотри-ка, как отдадим? Как ничего не апнем? Ну вот, как-то так. Теперь, собственно... По-моему, у меня еще есть где-то Анимокул, поэтому... Так, это Гео Архонт. Ну давай еще вот сюда. Сейчас уж раз взялись, да? Раздадим с тобой все Анимокулы, Геокулы и прочее. Отдали все. Кристальных бабочек наловили заодно. Куда мы идем дальше? Дальше мы меняем наш отряд обратно на эту самую, как зовут, забыл. Вот на тебя. Дальше тебя мы вполне вероятно апнем сейчас. Это мы тоже сделали. И теперь мы ее возвышаем. Возвышаем. Наград там за второе возвышение вроде нет. А вот за третье есть. За третье есть. Но пока что нет опыта, чтобы ее апнуть. Артефакты я и так и не надел. Но это как бы мой косячок. Но этот косячок мы потом как-нибудь будем исправлять. Не сейчас явно. Дальше-то что? Дальше-то мы телепортимся по сюжету. По сюжету, по сюжету. И, собственно, мы в темпе, в темпе, в темпе сегодня, ребяточки. Серия будет прям коротенькая, но насыщенная. Ну, начинает. Едут сон. Так, ребят. С уважением. Снимс, 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 снимс. Сделаю вид, что как будто бы типа что-то от этого изменилось, от того, что я ультанул. Накоцин, да господи, рейзер, рейзер. Жахнет. Огня не хватает, конечно. В мой сетапчик. Очень не хватает огоньку. Ну, что поделать. Так, ну нормалек. Всех ушатали вроде. Эти маги бездны, они хотели устроить нам засаду? Нет, они просто пытались найти что-нибудь ценное в этом старом Страже Руи. Правда? Мой путешественник тоже очень любит этим заниматься. Собирают устройства хаоса, цепи хаоса и все такое. Да, это важные материалы. Они бы не занимались поиском настолько обычных вещей. Вообще, я пришел сюда на разведку, потому что маги бездны часто выходят именно из этих руин. Кажется, они осматривают останки Стража Руин в поисках какой-то ценной вещи, чтобы забрать ее обратно в руины. Но по их разочарованному виду ясно, что до сих пор их поиски не дали никаких результатов. Почему тогда ты не схватил одного из них и не выбил всю правду? Да, Делюк уже так делал. Я тоже точно не собираюсь церемонить с этими отродьями бездны, но у меня есть такое чувство, что этот предмет может быть необычайно важен для всего Ордена Бездны. Правда, о нем не узнать при помощи допросов. Точнее, для магов Бездны есть что-то намного страшнее, чем болезненный допрос. Что-то, что мы видели в руинах? О, Пайман Мурашки от таких мыслей! Ладно, не будем терять время. Давай продолжим поиски. Давай продолжим поиски. Куда ты мне предлагаешь идти? Давай телепортимся на гору. Я настолько ленивый, что даже не буду пробегать 20 метров. Да-да. Да-да, я существую. Уровень лени зероту. Ай, эту штучку куда? Я не понял, куда эту штучку. И вот эту штучку. Подожди. Но эти штучки, они для каких-то других штучек. Стоп. Что вы меня тут загоняете? Не понял. А, вон, вижу, там далеко были. Ладно, короче, надо уж оттать у вас всех. Да, я чувствую. Ну, собственно, как всегда. Шарк, 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 шарк. Типа сделали вещи, что сделали что-то полезное. Хотя, конечно же, ничего мы не сделали толком. Это вот так. Это вот так. Даё. Что-то вас многовато. А-а-а! Он одним выстрелом меня добил? Нифига. Давай огонечек здесь пораздуваем. Одуваем. Давай, не трогай сайю. Так, рейзеры резнули. А чё ты такой лютый, чувак? Это вот вообще не кстати, я тебе скажу. Нифига он лютый, ребятки. Да, блин. Нифига лютый реально, чел. На одной делу не выживаю. Они чё такие потные? Нет, 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 нет. Да блин, отвали все. Офигеть. Чувак. Отстань. Отстань, чувак. Одним ударом ты меня столько всыпал, чувак. А можно полегче? Ты чё такой потный? Офигеть. Офигеть. И рейзера не похилить, и все умерли. Да жесть, что я тут сделаю одной. Дионы. Да и кацин я бы не сказал. Да куда ты телепортнулась, кукарача? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да, ребятки. Хотел телепортнуться куда-нибудь, но чё-то не судьба, по-моему. Летить. Так жёстко. Оф! Да это забей! Не-е-е-е-е. Я так не играю, ребята Это что-то слишком перебор Все у меня воскресли Пошли, короче, к телепорту Ну это жесть А чё так потно? Так, во-первых, мне нужно что-то С ауе уроном, нужно, короче, это самое Нингуанку вернуть, пошли Капец, ну и отрядик там Подкинули, во-первых, ты, бомжар, ничего не можешь Пока что, потому что я тебя не прокачал Нормально Кого бы вот взять, то Ну, наверное, Нингуанку возьмём Так и придётся Там у них много льда В теории нам бы Беннета На практику посмотрим Так, дальше Цветок Цинь-Синь, цветок Цинь-Синь Это вещь полезная А время-то серии заканчивается Давай-ка мы сейчас вот этот вот квестик выполним И на этом серия, ребятушки, закончится Сори, что коротко Но время поджимает Так, нам нужно сначала уделать, наверное, мелких крабиков А потом с большим Биг Бэда Боссом сражаться А то иначе никак Ну, они сразу его резают, видишь? Так, разбираемся с мелкими Причём в очень быстром темпе Да ёшки Ага Сжахни И уходим О-о-о-о Тут я Мама-ми, мама-мо О-а-а О-а-а Охренеть, ты бьёшь, чувак Ну ты лютый Ну ты лютый, чувак Отвали, пожалуйста Я его вообще никогда не в жизни убью Вы что? Так, на тебе, кос 볼е Да, блин. Ааа, как больно. Ног не чувствую, Джонни. Ноги, где твою? Налево. Нам нужно ешечкой, ешечкой, ешечкой. Так, нужно вот так. Нужно жахнуть. Нужно ушатать хотя бы одного. Да, блин, отвали к черту своими пузырьками. Не до пузырьков. Нет, 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 нет. Да, блин, да отвалите заморозки всякие. Вот это вот все. Жахаю. Кьюшечка. Раз, два, три. Нужно ушатать быстрее, пока действует ульта. Иначе это жесть какая-то. Щиточек нужен. Раз, два, три. Взяли. А где этот Биг Бодобосс, который меня ваншотит? Что-то я не понял. Он где-то там летает. Он обстреливает меня. Ой, 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 ой. Блин. Да, так, ясно. Минус Фрейзер. Так, Люпика, Люпика. Отвали, пожалуйста, от меня. А что она? А, не, выходи. Я на контр нажал. Они медленно ходили. Так. Блин, чувак. А ты дико лютый. Просто забей. На. 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 Больно. Как больно. Так, а он замораживается, я понял. Он, типа, вообще не могет против кривого урона, да? Это все, конечно, хорошо. Есть один такой маленький нюанс. Этот кривого урона у меня раз в сто лет. Сжахаем. Бьем пока можем. Так, замораживаем. Оказывается, ключик-то был прост, ребятки. Нужно было его морозить, короче. Так, раз, два, три. Фу, это было потно. Ого. Кроме Ордена Бедны, здесь еще и активные страницы. Стражи Руин водятся. Похоже, что в каждом убежище Ордена Бедны нас обязательно нападают в Стражи Руин. Совпадение? Не думаю. В мире не бывает совпадений. Все происходящее, это плоды, когда-то... Тьфу, господи. Некогда посеянных семян. К примеру, ваше проявление в таверне время всего навсего ждет, когда прорастут эти семена. А-а-а. Но я услышал о тебе совершенно случайно. Забудь, это просто мысли в словах. Связь между Орденом Бездны и Стражами Руин не может быть случайной. Точнее, это ветви, выросшие из общих корней. Ветки, корни, что ты имеешь в виду? Все они берут свое начало из древней нации Каенриах, которая была уничтожена 500 лет назад. Что? Каенриах? Серьезно? Орден Бездны и Стражей Руин остались после уничтожения Каенриах? А ведь Каенриах это такое древнее название. Ой, точно, как твой проводник, я должен объяснить кое-что. Давным-давно нация Каенриах... Я знаю это название. Что? Потому что я помню о Каенринах. Помнишь? Но ведь эта нация была уничтожена 500 лет назад. Правда, у каждого есть свои секреты. Ты не лез в мои, поэтому я не буду лезть в твои. Но если ты захочешь поделиться, я послушаю тебя с превеликим удовольствием. Расскажи мне, какой была та Каенриах, которую ты видел? Не море пламени, когда я проснулся. Скрывать это больше невозможно. Дайн и Каенриах стоит рискнуть. Чего? Че это за варианты такие? Она разбудила меня. Не море пламени, когда я проснулся. Но скрывать это больше невозможно. Вы рассказываете Дайну о море пламени, что видели 500 лет назад, и о божестве, что что-то там, что-то там. Так вот как все было. Паймен думал, что вы сначала наткнулись на неизвестное божество. Ясно. Значит, твои первые воспоминания об этом мире это то, как тебя разбудила и вытащила из метеорита твоя сестра? Похоже, что твоя сестра очнулась первой, но вопрос в том, насколько раньше тебя. И затем твоя сестра рассказала тебе, что после уничтожения Каэнриах весь мир погрузился в хаос, и что вам нужно как можно скорее покинуть этот мир, зовущийся Тейватом. Уничтожение Каэнриах? Она так и сказала? По крайней мере, я так услышал. Те разрушения, что вы наблюдали, они произошли 500 лет назад. Похоже, что твое первое пробуждение в этом мире произошло примерно в те времена. Хм, наверное, на тот момент твоя сестра лучше понимала этот мир, потому что она проснулась раньше тебя. И вскоре после этого вы столкнулись с неизвестным божеством, которое не позволило вам покинуть этот мир. Ой, это уже часть истории Паймэн знает очень хорошо. Я понял. Ты лишь очнулся и сразу же попытался покинуть этот мир, ты ничего не знал о Каэнриах. Но теперь, когда ты уже кое-что знаешь о Тейвате, ты наверняка понимаешь, что увиденная вами война – это война, уничтожившая Каэнриах. Не так ли? А, и действительно, ты ведь прочитал кучу книг за эти несколько месяцев, что мы путешествуем. До Манштадта нам попадались только всякие непонятные записки, но затем нам удалось собрать множество древних книг по всему Манштадту или Юэ. Однако ты сказал, что все они бесполезные. Получается, все это время ты пытался собрать побольше информации о Каэнриах, чтобы найти свою сестру. Это единственная зацепка, кроме поиска семи архонтов. Точно, семи архонтов можно отыскать в семи королевстов, но где же искать нацию, которая была уничтожена 500 лет назад? Пожалуй, я знаю о Каэнринах, ищу больше вас обоих. Каэнриах... Как читать это правильно? Каэнриах, 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 Каэнриах. Короче, Каэнриах была нацией без бога, не потому, что он умер или покинут свою королевство, потому, что они жили без божества с самого начала. Это была могущественная нация, построенная исключительно людьми, необычайно прекрасной цветущей цивилизацией, гордость всего человечества. Нация без бога? Затем случилось именно то, что ты помнишь. Она была полностью уничтожена богами. Ты имеешь в виду, что... 500 лет назад боги спустились на землю и уничтожили Каэнриах. Гордость всего человечества была вырвана с корнем и растоптана, словно вредный сорняк в райском саду богов. Но как такое могло произойти? В исторических книгах ничего об этом не говорится. Этот мир жесток и опасен, я должен поскорее отыскать свою сестру. Да, долгий разговор о прошлом только подавляет дух. Боюсь, в следующий раз Венти и Джун Ли. Должны? Будут мне кое-что объяснить. Че? Боюсь, в следующий раз Венти и Джун Ли должны будут мне кое-что объяснить. Давайте двигаться вперед по пути, я расскажу больше о том, что тебя интересует. Отащите следы Ордена Бездны. Так, здесь где-то Геокл валяется. Где он? Вот он. Давай мы его соберем с тобой. И на этом, ребятки, серия-то закончится, потому что, как я и сказал, нынче у нас серии коротенькие. Не так уж получилось. Велась, нет, ну почему? И сейчас эта звездочка исчезнет, ну конечно. А, нет, не исчезла, а вот исчезла. Ах, как сложно с вами. Ну как я мог упасть? Блин, а там их два надо. А там их надо два, понимаешь? Понимаешь? Вот, отреспился второй. Раз, два. Не знаю, что это мне даст, но мало ли что-нибудь полезное. Скорее всего, какой-нибудь опять сундук откроется просто. Не понял. Я же сюда тащил звездочку, алло. Алло, игра, что за беспердел? Я не понял. Я сюда же тащил звездочку. О, просто сундук. Давай, выйди, Рейзер, не купи. Время идет. Время, деньги. Так, сейчас нужно чуть-чуть постоять. Да блин, что за быстрые звездочки? Что за бред? Какого? Лешего? Они так быстро исчезают. Ну это же дичь, ребят. Но ее здесь теперь нет. Что за... Что за несправедливость? Я не понимаю. Хорошо. Дождусь, чтобы стамина была полная, чтобы... Давай, 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 давай. Ну нет! Да какого хрена? О, нет! Боже, вот я ненавижу эти чертовы квесты с этими гребанными звездочками. И вечно ты как бомж с этой звездочкой, короче. Никуда не дойдешь, никуда не... Надо было дождаться, когда восстановится стамина. Ну и где мне брать звездочку? Да почему они такие странные? Боже, эти герои! Но я же ему явно на стенку... Хотел залететь сзади, но в итоге, короче, давай тут быстрее будет, блин. Ну просто дичь. Иначе не скажешь. Она исчезла, да? Я просто шатал этот гребаный квест. Вот я ненавижу реально квесты на время. В этой игре квесты на время это самые говеные квесты. Вот честно вам скажу. Вот эти вот 300 квесты, где тебе нужно добежать за 0,5 секунды, то, что нужно пробежать за 0,6 секунды, меня прям ввесит. Да? Что это за багаж? Что это за лаг был? Ты видел? Ты видел у меня... Дернулся экран. Серия должна была закончиться, я напоминаю тебе. Я трачу драгоценное время, которое я мог потратить на то, чтобы записать еще одну серию. Да игра, иди в жопу, а! У меня исчезла звездочка. Я не представляю, как я должен добежать, по мнению разрабов, вот это вот пространство. Но это же хрень какая-то, а не квест. Давай восстановим стамин. Не знаю. Вот я взял звездочку. Дальше я должен по логике разраба что сделать? Вот сюда забраться, да? Зашибись, сюда я не забираюсь. Ой, такая срань просто, а не квест. Вот я прям ненавижу, ненавижу. Вот эти чертовы квесты. Беги, беги, пожалуйста. Теперь мне нужно постоять, потому что стамина не бесконечная. А звездочка исчезла, да? Короче, на этой ноте мы заканчиваем. Ну, в жопу этот квест. Ссылочка на плейлист с прохождением этой игры, конечно же, будет в описании под видео. Ставьте ваши лайки, ребят. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, сообщество Battle.net, серу, дискорд. Оформляйте спонсорскую подписку. Чекайте мой инстаграм. Я делаю вот такой скриншотик. Нет, не такой. Нужно убрать вот эту штучку. Делаю вот такой скриншотик, и он и будет превьюшечкой. Оп! Невыполненный квестик. Так и запомним его. Все, ребятки, всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok